Меня зовут Григорий Семенов. На данный момент я руководитель Долгопилской региональной больницы. Живу я не совсем в Долгопилсе, рядом с Долгопилсом, в Ауждаугавос Новододон, в Новоди, в районе Ауждаугавском, в Крауи. В принципе, я руковожу больницей с мая 2019 года. Ранее довольно-таки долгий опыт у меня был в больнице, именно как в общей команде. Работаю в целом я в больнице с 2011 года. У меня высшее образование в экономической сфере, наверное, больше так сказать. У меня, да, я закончил Долгопилский университет по программе экономика. Понятно, что по любой правильной такой тенденции я как молодой человек хотел что-то увеличить для себя, как сделать шаг вперед и пытался покорить столицу, но немножко не получилось. Пришлось по семейным обстоятельствам вернуться обратно, и сейчас я об этом ни капли не жалею. Ежедневно разговоры, с кем бы я ни разговаривал, с какого бы уровня образованием или представителем какой-то профессии людьми, у них все уходят в одну и ту же тему. Потому что, понятно, она для людей всех насущна. Для кого-то это больше в рамках того... У всех страшно. Всем страшно, всем непонятно, что происходит. У некоторых, конечно, гиперболизированного понимания того, что происходит. Оно накручено, опять же, определенными источниками информации, которые не всегда возможны... Не то, что невозможно, некорректны, да, преподают только свою точку определенного зрения. Но единственное того, что, наверное, пугает меня, меня, наверное, больше пугает в данный момент, как не столько руководителя и руководителя тоже, но больше как родителя, то, что над нами висит такой зависший в воздухе вопрос возможной такой же агрессии в сторону нас. Да, и это, наверное, самое то, что меня очень сильно ярко опасает, потому что действительно мы живем у границы, и мы один, будучи стратегическим объектом, я прекрасно понимаю, что мы находимся под, ну, в такой своего рода красной зоне, потому что если что-то начнется на нашей территории, своевременно отстоять нас даже при любой силе будет крайне тяжело, потому что мы слишком близко находимся к границе, поэтому я прекрасно понимаю, и мы сейчас к этому максимально готовимся, что нам придется жить как-то максимально автономно, и нужно понимать, мы не занимаемся, и это все прекрасно понимают, мы не просто какой-то склад, где лежат продукты, мы лечим людей, здесь спасают жизни, и мы прекрасно понимаем, что мы, возможно, будем отрезаны от всего, а это будет прямой риск для жизни людей и в своевременном обеспечении неотложной помощи и всем остальному. Ну, и уже не говоря о том, что мои дети, и мне бы хотелось, чтобы они жили в такое же мирное время, как, слава богу, получилось жить и мне, да, потому что, конечно, дети чувствуют очень большой стресс, и самое главное, что мне не нравится, и то, что, наверное, очень неправильно, то, что пытается играть на нотках вот этого разделения общества на какие-то этнические группы, потому что очень-очень чувствуется нарастание гнева и злости. Знаете, словно система пандемии повторяется, когда люди начинали верить в какие-то еретиков, в какие-то темы заговора общего по поводу вакцинаций. Точно такая же вещь сейчас продолжается, только уже на геополитическую тему. И, я не знаю, по-моему, наше общество не перестает себя удивлять, действительно, особенно, когда в случае людей образованных, интеллектуальных, так скажем, да, и когда ты видишь, как они начинают себя вести, это немножко так выбивает тоже из колеи. Но, я думаю, это когда-то должно будет закончиться, вот, и когда-то тоже уляжет, потому что наверняка такое было и во времена перестроек, наверняка тогда тоже людей сталкивали лбами. Видимо, это какая-то цикличная проблема, но это очень тяжело ощущается. Но я бы сказал, наверное, так, что чем дальше, тем ситуация ухудшается, потому что поначалу все это казалось, во-первых, как какая-то картинка, в очередной раз происходящее где-то там очень далеко. Уж не говоря, что первое время это вообще казалось каким-то абсурдом, что, ну, в наше время, ну, как такое может быть, да, ну, что может быть какая-то опять, как это, сфабрицированная информация. Потом это воспринималось, опять же, как ситуация, которая происходит очень далеко. Потом у нас начали появляться коллеги с Украины, и мы стали к этому уже больше проникаться, наверное, когда ты видишь, насколько эмоционально раненые люди приезжают, и даже мужчины, которые до сих пор, они выглядят как, ну, очень-очень-очень раненые люди, да, им до сих пор тяжело интегрироваться, хотя мы русскоязычная среда, и здесь их тепло принимают, потому что они помогают нам в работе, все равно им очень тяжело, потому что и статус не тот порой, и все равно это не родная для них земля, да. Вот, поэтому, к сожалению, чем дальше, тем больше, наверное, оно прирастает. Ну, тут не без рук, опять же, определенных людей, которые заинтересованы только в том, чтобы нажиться на происходящем, да. Понятно, что, возможно, не всегда в денежном эквиваленте, но больше, наверное, сейчас в популярности своей, да. Вы видели результаты голосования в Сэйме в этом году, да, и, по-моему, как никогда, меня, по крайней мере, как никогда удивил Далгопилс и Далгопилский район в целом, уже не говоря про другие. Мы действительно мирный район. У нас никогда не было такого, чтобы настолько радикально настроенные силы имели какую-то вообще, какую-то поддержку. Поэтому время показывает, что людям, когда страшно, видимо, они крайне ведомыми становятся, не знаю, как это объяснить. Хочется верить, что мы все максимально, в плане как руководитель, что мне получится выполнить тот максимум и подумать о всех возможных резервных решениях. Понятно, что этого никогда не будет, и все продумать невозможно. Единственный момент только в том, что мне очень хочется верить, что я не хочу никого обижать, но что на ситуации нашей страны, если не дай бог, чтобы такое произойдет, и действительно кто-то решит посягнуть на нашу свободу, что нас просто не оставят и не уйдут. Это, наверное, единственное то, что будет крайне тяжело, потому что что бы мы ни пытались сделать, если мы будем полностью отрезаны от всей остальной страны. Я видел, я разговаривал с людьми, опять же говорю, с Украины, которые рассказывают, как дивятся тому же российские солдаты, которые приходят якобы их освобождать, и первое, что они говорят, от чего мы вас здесь должны освобождать. И дивятся, какого уровня больницы, какого уровня инфраструктура. И понятно, что это все будет доводиться просто до упадка, потому что никому по факту дополнительные рты в социальный бюджет и все остальное там не надо. Играется совсем другая карта. Поэтому единственное, что мне очень хочется верить, и поэтому мы пытаемся усиливать это как бы уже долгое время, ну так своего рода патриотизм тоже, в том числе внутри у нас, на медицинском учреждении. В семье у меня это вообще всегда норма была. Но что нас не оставят, да, потому что действительно мы прекрасно понимаем, что мы слишком близко к границе, и это может произойти сколько у нас тут? 50 километров, по-моему, от белорусской границы. Это 40 минут, и люди здесь. Да, я прекрасно понимаю возможности нашей страны. Единственное, что, конечно, мне очень хочется верить, что то, что мы состоим в крупных альянсах, и которые действительно сейчас стоят как бы за сохранение мира, ну это как-то сыграет в пользу нам. Тут, наверное, такая двоякая ситуация, честно вам скажу, потому что, с одной стороны, у меня отец был военный, да, и вообще у меня родственник, все, кроме меня, военные мужчины, поэтому, в принципе, по идее, с одной стороны, там не встает вопроса, да, с другой стороны, если будет понимание, что мы действительно нужны своей стране, и действительно за нас вступится, тогда, и я хочу в это верить, и я уверен, что так будет, да, тогда действительно этот вопрос, ну, будет раскрыт в пользу поддержки того движения, который будет отстаивать. Если мы увидим, что нас отдадут точно так же, я не хочу, опять же, и комментировать, я понимаю, что это тяжелая ситуация, все, что с войной связано, но если нас отдадут так, как это происходит сейчас в Украине, ну, понятно, что люди будут думать первоначально только о себе. И в этом случае во мне включится не столько как патриот, сколько родитель, который ответственен за двух дочек и за жену. Поэтому первым-наперво, что я буду делать и думать, это как минимум максимально от происходящего транспортировать своих близких, чтобы они были вне угрозы. А потом уже думать о каких-то, так скажем, патриотичных вещах, чтобы отстаивать территорию.